Музыка 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 начнем в Политсовете местного отделения ВВП «Единая Россия», заслуженный экономист Республики Дагестан. Газарин Месеев, депутат Народного собрания Республики Дагестан. Мамутаева и Тизар Асабулаевна, председатель Союза женщин Республики Дагестан, кавалер Ордена Почета, заслуженный работник в государственной службе. Газарин Месеевна, заместитель председателя общественной палаты Республики Дагестан, член Президиума Союза женщин Республики Дагестан. Персоветова Хурия Магомедовна, член Президиума Союза женщин Республики Дагестан. Авдура Уплова Патимат Магомедовна, ответственный секретарь Союза женщин Республики Дагестан. Арталханова Асиат Абдул-Мажидовна, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета Женщин Хасовиковского района, заслуженный экономист Республики Дагестан, депутат района Совета и депутатов общества Савына. Айтемирова Патасаидовна, начальник управления социальной защиты населения муниципального образования Казбековский район, председатель районного совета женщин, заслуженный работник социальной защиты населения. Салаватова Майя Каниловна, директор коррекционной школы интерната селения Аксай, депутат районного совета, депутат общества Савына, награждена орденом дружбы. Тиму Каванюрю Султановна, ветеран труда, кавалер четырех орденов Верховного Совета СССР, заслуженный наставник молодежи. Камерзай Ваджам Хаджи Шахмирзаевич, председатель Совета имамов Хасовиковского района. Аксай Ваджи Толстанович Шахмирович, ветеран труда, председатель общественной палаты Хасовертовского района. Аксай Ваджи Ваджи Анатова Тагировна, директором КОУСОШ номер один в селении Дерей, секретарь первичной организации партии «Единая Россия», заслуженный учитель Республики Дагестан, почетной работе общего образования Российской Федерации. Ашина Вазарина Несуповна, директор Информационно-металлического центра Хасовертовского управления образованием, кандидат исторических наук. Ролова Татьяна Михайловна, председатель Хасовертовского районного совета женщин. Кабалаеву Катимат Ибрагимовна, заместитель председателя Новолагского районного совета женщин, ветеран труда. Аббарина Роза Амаровна, завзакцем администрации муниципального образования Новолагский район, председатель районного совета женщин. Аббардина Зайна Аббул Мажидовна, председатель Баба-Юртовского районного совета женщин. Из-за огорода Кудрис Магомедовича, начальника отдела культуры, национальной политики и туризма, администрации, муниципального образования Хасавертовский район. Бабаева Айна Муратвековна, заместитель управляющего делами администрации, член Хасавертовского районного совета женщин. Журейка Румарова, заведующая женским медресе имени Юсукова. Специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Хасавертовский район Наида Камилова. Давыд Гаджик и Срапил Гаджи Магомедович, заместитель директора МКУ ЕДДС. Тогда Асиат Арсанханова предоставляем слово руководителю исполкома Хасавертовского районного местного отделения партии «Единая Россия». От имени всего многонационального семьи Хасавертовского района я приветствую еще раз и благодарю за то, что в местном проведении выездного заседания другого стола Союза женщин Дагестана выбран наш Хасавертовский район. Это для нас огромное доверие и огромная честь. Как вы знаете, Хасавертовский район – это один из крупных районов нашего Дагестана, многонационального Дагестана, где веками живут представители различных народов и культур, говорящих на разных языках, работают в семье, растят детей и думают о будущем России и будущем своей малой родины. Тема, обсуждаемая сегодня на нашем заседании, очень актуальна. Именно сейчас, когда наша сторона столкнулась с угрозами ее государственных интересов, необходимо укреплять межнациональное единство. Для решения этих задач сегодня недостаточно одних усилий государства, также необходимо усилий общественных организаций. И все вместе предстоит двигаться вперед по пути дальнейшего созидания и развития ради блага нашего народа и процветания нашего Дагестана и Общего Дома России. В нашем муниципальном районе совместно со всеми общественными объединениями, молодежными организациями и партиями проводится огромная работа по сохранению мира и благополучию своих граждан. Все решаемые вопросы в районе рассматриваются с учетом интересов каждой нации, проживающих на нашей территории. Вот вы помните, недавно проходили выборы в районное собрание в 2015 году. Все это проходило, учитывая все национальные особенности и национальные поселения и расположения каждой нации вообще в районе. С этим учетом были объявлены даже места в репутатском корпусе. В районе 42 сельских поселения, многие из них многонациональные. Для сохранения самобытности и развития национальных культур и общения во всех поселениях работают различные советы. Это советы женщин, советы молодежи, советы старейшин, общественные советы. И все они вместе работают, помогают нашей сельских администрациям и вместе решают они вообще все вопросы, которые поднимаются населением нашего района. На районном уровне часто мы проводим совместные с общественными организациями, с участием духовенства, мероприятия направлены на сохранение политической стабильности в нашем районе, национально-патриотическом и духовного воспитания молодежи. Как следствие проводимые работы, в нашем муниципальном районе за последние годы не наблюдались яркие конфликты на межнациональной основе. По моему мнению, сегодня особая ответственность для сохранения мира в нашем регионе стоит перед нами женскими движениями, перед нашими материальными. Межнациональная толерантность – это свойство личности, проявляющих терпимости к представителям других национальностей, этнических групп с учетом их металлитета, своеобразия и самоображения. В связи с этим, культура междунационального общения – это качество человека, характеризующее общий уровень его воспитанности, готовность и умение обращаться с представителем различных культур, способность учитывать их национальную специфику, деликатность и терпимость в любом случае. Для этого нам необходимо больше уделять внимание нравственному воспитанию детей. Именно работа с молодым поколением позволит избежать проблем в будущем. Наша республика и в странах являются для своих граждан одной большой семьей. Воспитательное влияние семьи является определяющей силой к добру или к отбору. Прежде всего, мы должны воспринимать семью, как школу, в которой мы готовим детей к выполнению ими обязанностей в семье и обществе. В семье мы должны заложить ребенку семена взаимоуважения, солератность, миролюбие и согласие. Если ребенок не получит в семье должного наставления, то зло будет воспитывать его по своему усмотрению. Поэтому необходимо усилить в школу, в семье. Очень печальный факт, сегодня мы все повсеместно признаем, к сожалению, о том, что домашнее воспитание молодого поколения находится в принадлежении. Нынешняя молодежь и дети определяет будущее общества. И то, кем они станут, эти дети, зависит от семьи. Сегодня главная причина болезни общества в межнациональном и межконференциональном отношении – отсутствие надлежащего воспитания. Сегодня многие матери некогда заниматься воспитанием детей, потому что ради хорошей жизни для своих детей в будущем они все стараются работать везде, где востребованы женщины. Я знаю многих мам, которые сегодня рожают детей один за другим, ради того, чтобы они смогут получить от государства материнский капитал. А затем нанимают ухаживать за ними нянек в лучшем случае или оставляют присматривать несовершеннолетним своим старшим детям. И о каком воспитании здесь можно говорить? И я думаю, если бы семейная жизнь строилась правильно, и дети, выходящие из-под отеки родителей, были подготовлены к житейским заботам и опасностям, какая перемена произошла в университете? Ни одно дело, порученное людям, не влечет за собой таких серьезных, далеко идущих последствий, как дело отцов и матерей. Нет более важного дела, чем то, которое доверено руководить семьей. Ни одно дело, каким бы важным оно ни было, не должно мешать нам учить детей. И сегодня главная причина небывалого недопонимания родителей своих детей – раскула зла в мире. Наши дни заключаются в том, что родители меньше думают о том, что является самым важным. Как терпеливо и доброжелательно изучить, научить своих детей идти по правильной дороге. Сегодня женщина-мать первую очередь должна формировать характер своего ребенка. Она должна всегда быть их наставником и другом, приучать детей к чистоте и порядку, чтобы сформировать в них правильные привычки и вкусы, воспитывать их трудолюбивыми, способными полагаться на собственные силы и быть полезными для других. В семье должны зарождаться идеи братства, уважения к людям, разных национальностей и религиозных убеждений. Воспитанный человек никогда не будет отвечать людей по национальности и вероисплировать на них. Будет уважать культуру другого народа и будет учиться на лучших примерах каждого народа. Я помню, будучи школьницей в школе, у нас по соседству жили в основном много аварцев и русских. Мы учили аварский язык для того, чтобы ближе быть к ним. Они были тоже ближе к нам, они знали наш язык. И мы старались учить. И чеченские, и аварские проживают между собой рядом по соседству. Поэтому нам действительно вот с детства надо этому научиться. И я недавно слышала такую фразу. Человек один, который много читает, и он сказал, никогда не сделает плохое человек, который читает. И это, я думаю, правильно. Мы, матерь, чтение литературы способствует формированию характера человека. Мы, матерь, перестали учить своих детей читать книги. И самим читать им, как в маленьком детстве, сказки, которые мы раньше говорили, и всегда читали наши бабушки и прабабушки. Но сегодня мы разучились. Нам нужно быстрее, чтобы ребенок заснул, и мы ничего не рассказываем, как бывает. А раньше читали разные сказки народов разного мира. И они этим познавали уклад и жизнь каждой другой нации, другого государства. Поэтому сегодня наши дети сидят за компьютерами и телефонами. И многие родители это устраивают, что они сидят дома, никуда не выходят. Но мы не проверяем, что они смотрят в этих интернетах, чем они интересуются. Эти отдельные родители хвастаются даже, что их не ребенок разбирается в компьютере, но они не разбираются, чем они интересуются. Мы сегодня часто слушаем разговоры матерей, которые говорят, не знаем, что делать. Или он, или она не слушается нас. В этом они должны винить не кого-нибудь, а самого себя. И все это результат недополученного в раннем возрасте воспитания, упущенного временем. Никакие материальные блага не важны, чем важнее помогать детям формирование характера. Поэтому мы здесь должны научить детей всему, что мы должны дать этому ребенку. И перед нами, женщинами, стоит большая ответственность при сохранении межнационального мира в обществе на ближайшем будущем. Мы должны, в первую очередь, научиться самой заниматься воспитанием детей. Нам необходимо сегодня найти варианты для доведения здесь сказанного, еще скажем, до молодых родителей. Может, необходимо создавать при женских советах какие-то клубы по подготовке молодых мам и отцов. Или же отдельные советы родителей. Проводить какие-то конкурсы лучших родителей. И необходимо усилить воспитательную работу прежде всего в семьях, школах и вузах. В сельских поселениях для родителей. Открыть курсы нравственного воспитания детей. Выработать определенную молодежную политику. Я долгое время работаю председателем Совета женщин по Церковскому району. И в последнее время, я честно признаюсь тоже, и мы сами тоже как-то успокоились, что у нас все хорошо, все спокойно. И проводили таких вот значимых мероприятий, акций, например. Раньше у нас были разные девички, мы проводили с мальчиками, проводили какие-то мероприятия. И это людей как-то сближало. И молодежь тянулась к этим клубам, где проходили вот эти мероприятия. А сегодня мы оставили их самим себе. Поэтому, я думаю, сегодня мы выработаем какую-то рекомендательную эту с учетом всех поступлений. И для себя сделаем выводы какие-то, чтобы в дальнейшем лучше улучшить мир в нашем Дагестане, в одном доме и в целом нашей России. Я хочу свое слово предоставить антиподноводному собранию, мессиеву Хазарькову Масаровичу. Действительно ли все зависит от женщин, на вашей степени? У нас слишком ли много, возможно, пофигуру в подключен? Добрый день, гости Хазарьковского района. Приветствую вас. Я хотел бы пожелать вам хорошей, результативной работы вашего круглого стола. Я рада в лишний раз встретиться с вами. А на вопрос, действительно ли на женщине лежит такая роль, я сказал бы больше, все зависит от женщин. Абсолютно все зависит от женщин. От настроения женщин, от их работы, от их отношения к семье. Все зависит, поверьте мне. Вам спасибо, что вы сегодня собрали. Мы очень рады, спасибо, за себя, тоже, что вы. Результативная вам работа. Мы здесь, Академ Харькович, начальник, что сказал, в Северный Кавказ, да и вообще Дагестан, это очень многонациональное, очень разное, но очень красивое, очень дружная республика. Мы не просто так сегодня подняли, но на Харьковской земле с участием наших других соседних регионов наших, районов, муниципальных образований. Вопросы именно связаны с междунациональным и международным отношениям. Не из-за того, что здесь плохо, нет, здесь очень много разных национальностей, которые долго и очень красиво, тесно в мире и в дружбе живут. Союз женщин на два года распространил долгосрочную акцию. Акция называется Совет женщин, Совет отцов за ответственное родительство, крепкую семью и защищенное детство. В рамках этой акции разработались семь проектов по семим регионам нашей республики. Вот Союзовская зона у нас идет именно на тему о междунациональных и международных отношениях, отношениях, формирования, роль женщины, значит, формирование этих отношений в обществе. Не просто так, как взято, дорогие, милые женщины. Потому что международные отношения это очень хрупкие отношения, которых нужно бывает все время, чтобы туда вливалось тепло, туда вливалась мудрость, туда вливалось именно женское начало. Ведь мы с вами, женщины, знаем цену жизни. Так как мы рожаем детей, мы растим детей, мы вкладываем в наше дело то зерно, которое может прорастать в нем, или он может быть достойным человеком, или может он пропасть в этой жизни. Не дай Аллах этого, чтобы случилось. И в то же время, мои родные, мы с вами свидетели того, что сколько раскачиваний произошло за последние вот 25-30 лет в нашем обществе, в Телестанском, в Российском, в Северном Кавказе. Сколько было нашествий на нас, для того, чтобы раскачать тот хрупкий мир, который удерживался, чтобы раскачать нашу Россию, чтобы она распалась и не стало нею. Это была целенаправленная работа, направленная именно за границей, из тех стран, которые и сегодня этим занимаются. А нам с вами, как никому другому женщинам, нужно обязательно думать о том, мы родили детей для жизни, но не для смерти. Мы родили детей совершать добро, но только не зло. Вы должны вовремя уметь, очень уважаю я наших мужчин, вовремя уметь останавливать наших мужчин, если куда-то в другую сторону забрели, ну, слово характера, честь, там, достоинство, там, гордость и так далее. Мы должны воспитать наших детей в первую очередь патриотов, патриотов великой нашей России, патриотов своей малой родины, чтобы они росли и уважали и свой дом, и свой народ, и своих родителей в первую очередь. Ведь женщина, она хозяйка дома. Хозяйка тоже, блин, она села, она города. Женщина знает, где, какой перекос в хозяйстве, и она может выправить эту ситуацию, как никто другой. А что касается детей, женщина, она и психолог, она и мать, роль матери, она все для ребенка. Он знает, она друг ребенка, в первую очередь. Чем дышит ее ребенок? Хочется, чтобы мы ценили свое и смогли бы дорогу проложить дальше нашим детям, выявлять таланты, наших детям видеть будущее нашего Кагистана, будущее нашей семьи. Мечту каждой матери увидеть своего ребенка счастливым и здоровым. Чтоб мир был у нас в Кагистане, и красивая была у нас жизнь. Чтоб выходили на танец. Чеченец, Чеченка с аватой, кустрою, кедоргикой, кизгин с мулачкой, но это настолько красиво, а междунационально. Сколько семей у нас, сколько сейчас семей детей, которые, отец одной нации, мать другой нации, родственники. Это же великолепно. Причем тут нация, у нас билетика, корни одни. Мы, Кавказ, мы северный Кавказ, люди, одно из одного теста. Просто разных уголков и на разных языках говорим. Я хочу вам пожелать огромного здоровья, успеха. И пользуясь случаем, и потом, конечно, я могла бы вернуться к этому. Позвольте, чтобы без конца мне об этом не говорить, поблагодарить администрацию Хасаюковского района, Витседжи Мулат Шапиевича. И, Лахидар Адельханович, я пользуюсь, что хочу и грущить вам благодарность, что вы передали это логею. Давайте, пожалуйста. Благодарю Мулату Шапиевичу за активную, жизненную позицию и большую помощь и поддержку в продвижении женского движения Хасаюковского района. Вот такой вот благодарность. Спасибо большое, что я работаю в вашем десерии. Это уже очень большое количество ваших. И вот это, ребята, наша Великая Волгогонсанта, человек, который начинал основу, который, начиная с нашей Царицы Женщин, это Великой Волгогонсанта, который уходил 22 года. В 18-м году наш, юмилейный год. Уважаемый председатель Совета Женщин. Готовьтесь, пожалуйста, к юмилею. У нас огромная программа, план, и мы очень на высоком уровне собираемся отметить эту раду. И пользуясь случаем, еще хочу спасибо. Спасибо. Вам. В то же время в том же время включить благодарность нашей Царицы Женщины. Готовьтесь, Сколько я знаю, что женщина, руководство ее была наша пасьяна. Умница, побочатая, очень любая, рамотная, мудрая женщина, мать, руководитель. Я знаю, сколько и на каких участках она себя проявила и заработала большой авторитет и уважение не то, что среди хасаюзговцев, да и Кагистане. Все, кто ее знает, мы любим ее, уважаем и хотим, чтобы у нее было все хорошо и жизненно. Устали. Еще. Так, дайте, пожалуйста, у всех своих острых от Союза Женщины. Опять-таки, по-су-канцамуна, Татисман называется книга. Это клады, это удивительные, удивительные, вот красивые стихи, это все произведения у нас очень красивые, но здесь, на самом деле, вот самые сокровенные. Я вам тоже благодарю. Ну что ж, уважаемые участники заседания, пожалуй, продолжим и предоставляем слово айтинирую партия Саидовна, начальку правления социальной защиты населения муниципального образования Казбековский район председателем районного Саиду Женщин. Хочу сказать несколько слов о своем видении вот этой проблемы, потому что очень важное значение в развитии общества имеет обеспечение нормальных взаимоотношений между нациями и формирование общественного сознания духа терпимости во многом зависит от создания гражданского общества. Ну, вы знаете, для решения проблемы межконфессиональных отношений, немаловажно объединяющая весь народ единая общегосударственная идея. я отношусь к поколению получивших воспитание в Советском Союзе и скажу, что мы тогда не знали этих проблем, не было этих вопросов. Я считаю, что это была заслуга пропаганды, равенства всех народов и национальностей. Сейчас же мы наблюдаем обратную связь, где с помощью не без участия средств массовой информации, намеренно или нет, но очень часто подчеркивается неравенство между нациями. И надо слышать, что кто-то говорит о неприязни какой-то нации. Но чисто из интереса спрашиваешь, в чем дело, почему вы так говорите, почему вы так относитесь. Но и нормального ответа мы не получаем. Вот мы слышали по телевизору, вот кто-то сказал, вот они оказывается так поступили. тем более не понимаешь об этом, когда говорят молодые люди, которые толком и не понимают, что такое нация. Вот так вот эмоциональный фактор конфликта политической жизни провоцирует ирастры. Это мы наблюдаем и на территории своего района. И исправить это положение, на мой взгляд, может культурное воспитание граждан. В целом осознание единственного рода. Мне нравится такое понятие, как социальная роль женщины, как первого воспитателя человека. Те идеалы ценностей, которые она вложит в ребенка, будут основными общим обликом человека. Воспитать культуру, сопереживание, терпимость к любому событию и в другом социальном группе. Все это должно исходить от матери. Есть модное слово толерантность. Просто говорю, это терпимость ко всему окружающему. Так вот, терпимость к другим нациям тоже должно исходить из семьи от матери. Конечно, огромная роль тут принадлежит отцу возглавляемого семейства. Но мы уже слышали, как они опять на женщин возлагают эту роль. И семья это источник любви, уважения, солидарности, привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. И женщина является носителем духовно-нравственных ценностей, воспитывает культуру, держит связь поколений. Воспитанная мать, она всегда даст общество воспитанного человека, воспитанного ребенка. Как вы все знаете, повторять я не буду, женщина хранительница домашнего очага, женщина мать, женщина сестра, женщина супруга. И в этом как раз сказано все. Место, где я работаю, это особое пространство. Там дети из разных семей, живущих за чертой бедности. Раз, родители неполноценные и дети больные. Это уже особое пространство. Для них межнациональные и межконфессиональные отношения это жизнь. все это ложится на наши плечи, на плечи моего коллектива. И вы знаете, в коллективе 85% работают женщины. Что значит, этим детям повезло. Они, эти женщины, им заменяют мать. Так как есть такие семьи, которые за год не один раз не приезжают со своими детьми. естественно, тут говорит о том, какое воспитание они прививают своим детям, не приходится. Если даже позвонишь, скажешь, вот случилось что-то, пожалуйста, приезжайте, они так сильно возрушаются, а вы для чего? В отношении этих детей проводится очень большая учебно-воспитательная работа, естественно, для того, чтобы с них сделать таких людей, в них прививать все то ценное, которым владеет человечество. Хотя они больные, но в отношении всего прекрасного они очень даже хорошо понимают. Они понимают хорошее, доброе отношение к ним. И с ними на другом языке, кроме как добрым словом, невозможно. Немножко повысишь голос, они уже озлобляются, к тебе не подходят, сторонятся. Вот и поэтому с ними только на ласковом, добром, хорошем языке находишь общий язык. Они многие болеют, не многие, а в основном у них умственная отсталость. Вы знаете, кроме умственной отсталости у них есть и сопутствующие болезни, но родители, живущие за чертой бедности, не занимаются их здоровьем. Приходится, вот приезжают на диспансерное обследование бригада этих врачей. Они как раз обследуют их, ставят диагноз и пишут, что надо провести вот такое лечение. Но вы знаете, интернат это место, где оказывают первую помощь, но лечением в интернате не занимаются. И поэтому из года в год у них накапливаются проблемы. Но конфликтов, хотя там очень много национальностей, никогда между ними не было. Конфликтов нету, и очень многие разговаривают, несмотря на свою национальность, на кумыкском языке. Значит, они для себя сделали такой вывод. Будем знать тот язык, где основным в этом селении на основном кумыкском языке разговаривают. Коллектив тоже очень добросовестный. Я бы сказала, действительно они заменяют этим детям родителей, потому что от них толку очень мало. И большую помощь в их воспитании, большую помощь оказывает глава муниципального образования Хасаилтовский район Салав Чамблад Шапевич. Он очень хорошо, лучше всех знает, что для этих детей нужно. Никогда ни в каких вопросах он этим детям не отказывает. Все условия в этом интернате созданы даже вплоть до компьютерных классов. Я хотела, чтобы вот приезжая от других школ завидовать нам. Действительно все у нас хорошо, жаловаться не на что, кроме как, конечно, родители никаким воспитанием этих детей не занимаются. Это все лежит на наших плечах. Хотелось бы, чтобы в школах, начиная с 9 класса, были созданы советы девочек, так как эти девочки после окончания они выходят замуж и им нужно воспитывать своих детей. А счастье матери заключается в том, если дети устроены хорошо, получили образование и устроены это счастье матери. Вот чтобы эти девочки после окончания могли своим детям прививать все прекрасное, вот тогда это есть счастливая мать. Важную роль в преодолении проблем межнациональных отношений играет этнокультурное образование. Школа и в целом система образования создает фундамент ближайшего будущего России. И поскольку формирует самостоятельную личность, действительно в этом большая заслуга педагогов. Школы с этнокультурным компонентом способствуют решению главной задачи современности это формирование условий для благоприятного межнационального обмена, условий для существования культур и диалога между ними. Замечательный пример того, как это работает СОШ номер один в селении Индерей. И мы предоставляем слово директору МКО СОШ номер один Абатарикова и Замат Абатагировна. Хочу сказать, что женщины у нас формируются это прежде всего в школе. Правильно сказала Майя Камиловна, девочки, воспитание девочек это для нас тоже одно из важнейших сторон воспитания. Мыслитель прошлого Гаджи Тагиев сказал, давая образование одному мальчику, вы получаете одного образованного человека. Давая образование девочке, вы получаете образованную семью. Поэтому все основы толерантного мировоззрения закладываются в семье, а школа должна все это подкреплять, все это, конечно, развивать, и уже к выходу со школы дети должны быть готовы к взаимодействию с людьми разных национальностей и разных конфессий. У нас Хасаютовский район, я думаю, очень уникален тем, что это именно Дагестан в миниатюре. И очень приятно, вот здесь представители разных районов, как жители этого района, я хочу вам сказать, очень приятно, нет у нас на сегодня межнациональных, межконфессиональных раздоров. Это, конечно, благодаря мудрому руководству нашему, Салау Джамбулату Шапиевичу, это благодаря, я думаю, отделу просвещения при администрации нашего района, вот очень большую помощь они нам оказывают, приезжают в школу и на таком грамотном, это очень важно, на грамотном языке они говорят уже не просто о религиозных канонах, а о том, вот как надо их применять в светской жизни. Нельзя различать светское и религиозное. Наша жизнь, она вот сейчас так многогранна, что мы должны уметь общаться со всеми людьми на разных языках. У нас в школе очень хорошо проходит эта работа с девочками и вообще с контингентом учащихся, потому что придя в эту школу в 2006 году, это были такие времена еще после 90-х годов, я думала, кого привлечь себе в помощь, с кем вместе работать с детьми. И, конечно, вот заслуженный наставник молодежи Темукова Дерю Султановна, частый гость у нас, вместе с ней. Мы один на один часто в актовом зале разговариваем с детьми, с девочками, с мальчиками, потому что вы правы, родители у нас где-то процентов 20, наверное, это бюджетные работники, а за бюджетных работников я спокойна, потому что в наших структурных организациях работа ведется целенаправленно, тематически, подконтрольно. Это воспитание большого коллектива нашего района, а вот есть же очень много родителей неохваченной работой, они находятся дома один на один со своими проблемами, поэтому, как здесь уже сказали правильно, воспитание родителей, вот те родительские университеты, которые были ранее. Очень прекрасная работа должна вестись администрациями сел, администрациями городских микрорайонов, я думаю, через женсоветы. Нам тоже, Интизару Асадулаевну, Джамбулат Шапевич сделал очень дорогой подарок нашему селу. У нас в селе тоже уже функционирует Центр Традиционной Культуры Народа России. И вот теперь уже в этом, в таком расширенном, я думаю, масштабе мы можем работать с целым, значит, контингентом нашего села, я думаю, привлекать людей из других сел. Так как людям не хватает общения, многие на базаре, многие в поисках хлеба. Мы, учителя, это очень прекрасно понимаем. И, конечно же, душа за это болит. И я знаю, что женщины это движущая сила нашего общества. Мы взвалили на себя все трудности нашей жизни. Вот мы не смотрели, где наш мужчина, где наш муж, где наш отец. Все мы приняли на себя. Мы сильная часть нашего общества. Мужчины могут гордиться нами. Мы сделаем все для того, чтобы мир сохранялся в нашем Дагестане. для этого, конечно же, школы, они всегда были, значит, они всегда на повестке дня имели вот такие проблемы, не проблемы, рассматривали вопросы, только раньше по-другому назывались, помните, здесь педагогия, это называлось интернациональное воспитание, религиозное воспитание. Когда за стенами школ было смутное время, перестроечное время, мы, невзирая ни на что, мы работали, продолжали воспитывать своих детей. Я думаю, что в нашем Дагестане, как сказала Интизар Асадулайевна, действительно, мир и порядок будет всегда, потому что иначе нам невозможно. Мы, люди разных национальностей, на таком маленьком кусочке земли, мы должны это все передать своим детям. Об этом мы должны думать, чтобы общество наше было здоровым, чистым. Сегодня мы должны трудиться так, чтобы дети наши не чувствовали вот это одиночество. Действительно, как говорила Майя Камиловна, очень много детей одиноких. И вот наша служба, у нас есть служба примирения в школе, очень интересную такую, она несет работу в школе и защищает права ребенка. сегодня у нас в гостях здесь представитель духовенства дали тиковую точку зрения Камерзе, прожа, 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 председатель Совета и Маму посолитовского района. Позвольте мне в очередь приветствовать всех гостей, участников в Солнечном кругу с самыми лучшими словами ислама Ассаляму Алейкум Ахмадула Абхадула Абхадула И очень много сказано. Вот мы знаем, что Союз создал своих рабов из числа людей, мужчинами и женщинами и он разделил их на народность и племена, чтобы они напомнились, дружили и помогали друг другу в благодеяниях и богобоязвенности. И посланник Аллаха Солом Алейкум говорит в своих изречениях, что нет разницы между арабом и не арабом, кроме богобоязвенности. Самые достойные из вас только больше боятся священного Аллаха. И очень много примеров, которые вокруг пророка объединил не только арабов и всех других национальностей. Очень много примеров, например, Беляр из Эфиопа, Соломан из Персии и так далее, разных национальностей. И когда посланник Аллаха спросили у кого самый лучший ислам религия, он не сказал, что у того человека, который больше совершает намаз или читает Коран и так далее. Посланник Аллаха на этот вопрос ответил у того, у кого хороший нрав, хорошее поведение, имеется ввиду со всеми людьми. Поэтому согласно священным писаниям женщина занимает в обществе почетное и возвышенное положение. Ислам предоставляет женщине большие возможности, чтобы прожить содержательную и благочестивую жизнь, пользуясь поддержкой мужа и реализовать стремление к довольству священного вам. Относиться к ней следует бережно, не огорчать учитывая тонкость и чувствительность его характера. Этому нас учит, призывает посланник Аллах саламу вася саламу который всегда завещал своим сваджникам такими словами истовсоби несай хайра то есть обходите с женщинами хорошо. Это же наставление было сделано хаджат в последнем прощальном паломничестве обращаясь со своими сподвижниками и всегда он призывал к этому. Если оглянуться в историю то мы видим во все времена роль женщины в формировании общества занимало всегда особое почетное место. То же самое положение она занимает и религии ислам. К примеру самый святой город для мусульман века как и была причиной оснований и началом оснований стала женщина. Целая сура в Коране имеется сура Туманиам названа честь женщины а также согласно преданию все паломники кто там были они знают мужчины и женщины богатые и летние совершают обряд хождения между горами Сафа и Марва о память о страданиях хаджара хаджар жена пророка и Брагима в детской семье как естественно основной роль женщины отводит воспитание детей от степени ее образованности и духовного нравственного потенциала зависит результат воспитательной деятельности чем больше женщин с высоким уровнем нравственного потенциала то и в обществе в свою очередь формируется человек соответствующий высоким нравственным требованиям соответствующей культурой и поведением женщина играет огромную роль воспитания образования и становления любого человека Только люди с воспитанным умом и более могут быть добрыми, стремящимися достигнуть недостающих совершенств. Ценностные качества личности формируются в семье. Для того, чтобы родители могли воспитывать детей до жизни в полинациональной и поликомиссиональной среде, нужно владеть соответствующими знаниями. А именно матери необходимо формировать у подростков систему ценностей, в основе которой лежат такие общие понятия, как согласие, компромисс, взаимное принятие и терпимость. Прощение, сочувствие, понимание, сопереживание. От того, какой тип воспитания присутствует, в семье зависит, какой будет человек в обществе. Так, размышляя о важности этого всегда актуального вопроса, вспоминаются яркие примеры правильного воспитания. Это мать имама Шамиля. Ведь только достойная мать могла воспитать столь правильного и достойного человека, который смог сыграть такую роль не только для Дагестана, но и для всего мира. И нет необходимости вычислять сегодня здесь все его достоинства и заслуги. Таким же примером являются и матери истинного алиму. Всегошний Аллах наделил их родителей, особенно матери, таким нравом, который помог им привить своим детям любовь и стремление ко всему положительному и восхваленному, и научить их остерегаться от всего отрицательного. Также хотелось бы здесь упомянуть, что именно в Хосеветовском районе, именно от Мадреса имени Юсупова, бывают же ежемесячные лекции для женщин, о которых разъясняются такие болезни общества, как экстремизм, терапизм, правильное воспитание. Именно кто такая женщина? Женщина она, мать, сестра, жена. Вот именно о том, как правильно нужно воспитать, об этом и рассказывают на этих ежемесячных лекциях. Также бывают уезды и в Хосеветовский район, и в районах также проводят эти лекции. И хотелось бы закончить высказывание муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмад Харканди Абдулаева. Знаете, о мусульмане, кто прожил миролюбиво, тот прожил жизнь шахида, потому что сохранение мирных отношений с людьми – нравственное качество пророков и праведников высокого уровня. Того, кто мягок, вежлив и легок в отношении с людьми, Аллах сделал запретным для Адам. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. И срок предоставляется председателю общественной палаты района Англезову Колсену Шахтинеровичу. Здесь очень много было сказано о женщинах, о проблемах, о политической этой, этого круга устала. Я вообще рассчитывал, наверное, разговор пойдет в районе, о нашем районе. Поэтому сейчас я говорить, наверное, не буду. Я зачитаю то, что я написал по данному вопросу. Последние десятилетия процесса, протекающие в области межэтнических и межнациональных отношений, показывают остроту и высокую уровень конфликтности. Тем более в такой многостанальной республике, как Дагестан. Этот вопрос очень актуальный и важный. И без колеральности, без диалога и взаимоуважения позитивно решать эти вопросы просто невозможно. А этот этап необходимо сегодня, когда во всем мире полыхают конфликтные ситуации, явно ощущается непонимание друг друга, как в вопросах развития религии, так и в вопросах выживания на земле. Исторически сложилось так, что на территории России и в России живет большое количество народов. Несмотря на то, что они отличались друг от друга традициями, культурой, а также религии, все народы общались друг с другом, вели торговлю, обменивались опытом, дали и даже сближались традициями культурой. Здесь нужно отметить, что народы не отвергали чужие традиции и культуры, а принимали их и с уважением относились к ним, не осуждая, не унижая и не выслеживая их. В статье 14 действующая Конституция Российской Федерации власти 4. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может установиться в качество государственной или же обязательной. Из этого следует, что в России религиозное объединение существует независимо от государства. А исполнение любой религии или неисповедания никакой является личным делом каждого гражданина. Такое положение в современении России благополучно обеспечивает свободу вероисповеданиями. Это треугольный камень демократии, что создает предпосылку образования справедливого и свободного общества, в котором сегодня мы живем. Поэтому межконферсиональные согласия разного народа и республики, которые, к счастью, сегодня существуют в Дагестане, всячески надо сохранять и предпочтать. Это аксиома. Другого способа вызывания у народов просто нет. И обеспечит понимание друг друга наша общая задача. В данном случае женщина в Дагестане должна занимать самую активную позицию для сохранения взаимопонимания и согласия средств представителей разных национальностей, потому как это заложено вне природы. Особая роль в этом вопросе отводится женщина-матерь, женщина-общественные деятели, женщина-руководители. В этом направлении ведется большая и определенная работа, начиная с федеральных органов, завершая муниципалитетами и сельскими поселениями. В Савятовском районе также проводится большая работа по поддержанию стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений, а также противодействию идеологии религиозного поэтического экстремизма и недопущению раскола в обществе. В качестве приоритетного направления на 2017 год определена организация информационно-проорганизационной работы также и в молодожьей среде. Много делается в этих вопросах муфтиятам республики, советам имамам района, под руководством представителей совета члена общественной палаты района. Разумеется, не остается встанье от такой важной работы и женщины нашего района. В первую очередь, конечно же, женщины-матери, ибо никто больше не беспокоится за главу учебных детей. Очень многое делает в этом вопросе женская интеллигенция района в лице работы по образованию. Активные, как я часто вижу, директора и завучи по воспитательной работе, которые проводят с учащимся разные мероприятия для обеспечения юридического и благополучия амминициативных разных национальностей, не обзирая на религиозные различия. Около трех тысяч учителей здесь осуществляют образовательную деятельность. И что примечательно, ровно 83% из этого числа – это женщины. Мы с вами, наверное, простая архитектика, мы видим гендерный перевес пользу женщин, которые осуществляют образовательную деятельность в нашем районе. Женщина, педагог, встречаясь с каждым явлением, должна стараться его изучить, проникнуть его сущность. Новое слово не увлечет ее, не отуманит ее сознание. Без страсти, без гнева и преждевременного сочувствия выслушает она его и займется поверкой. Ей укажут на авторитет, но она обратится к другим авторитетам, выслушает другие мнения. Женщина, твердая о своих представлениях, очень ценна для общества, потому что она не станет легкой добычей для людей, стремящихся поработать в своих соотечественников навязыванием чужих убеждений. Мы знаем, что есть мудрость, которая складывалась на протяжении всего человечества, его жизни на земле, и у каждого народа есть своя этническая мудрость. Я хочу сказать мудростью своего народа, я этническая теченка, я хочу сказать, у нас есть такая поговорка, женщины портятся в том обществе, где испортились мужчины. Я хочу пожелать нашим мужчинам, чтобы они были не только мужественными, но и разумными. А каждая женщина принимала свою роль, свою миссию на земле. Там уже каждая женщина педагога, чтобы каждая женщина понимала, что другой человек, человек, любой человек, он рожден такой же женщиной, как она. И этот ребенок, этот человек так же любим матерью, как она любит своих детей. Конечно, уже многие говорили, какое время настало. Современные цивилизации переживают период серьезных преобразований. Мир полон противоречий, как уже говорили конфликтам, это реальность, которую нельзя приукрашивать. И существуют социальные межречностные конфликты, которые могут привести неприятную ситуацию. Как вы знаете, наш район многонациональный. Здесь рука об руку живут и работают представители разных национальностей. А работать и жить в республике, да и в районе, где проживает несколько национальностей, непросто. И непростая роль женщины в формировании межнациональных отношений. Я бы хотела остановиться на том, какую роль играет женщина в формировании межнациональных отношений, какую работу мы видим в социальной сфере в этом направлении. В первую очередь мы считаем бесценная дружба народа. Она должна строиться на простой формуле. Как уже говорили, уважать национальные свои образы и духова, быть терпеливым, отзычивым, искренним, доброжелательным. И неспроста в нашем районе прошел фестиваль республиканского значения под лозунгом «Мы дружьми, едины». Путеводным на этом фестивале были крылатые слова великого народного поэта Расула Гамзатова. «Без дружбы погибу мой малый народ, едини лишь тем, что дружбой живем. Нам верная дружба и песня о ней нужнее, чем воздух и хлеба нужнее». Уважаемые участники круглого стола, я не только сам председатель общественной палаты Республики Дагестан, я лет 20-25 работаю директором Большого Литея в городе Махачкале. И, конечно, я считаю, что центром духовного, нравственного воспитания является школа, чтобы мы не говорили, как мы к этому не отнеслись. Я всегда говорю об учении через воспитание. У меня есть такая статья дагестанской правды. Поэтому, думаю, все-таки от нашего воспитания, от воспитания в семье, в школе, зависит дальнейшая судьба наших детей. Мы сегодня очень много говорим о молодежи. Молодежь сегодня прекрасная, она очень хорошая, она продвинутая. Просто надо правильно преподнести все вопросы, касающиеся... Вот я, например, лично думаю, о национальном вопросе в школе вообще не существует. Дети знают, когда они идут, мы их разделяем на группы, когда на национальный язык они идут. Ну, у нас тоже где-то 5 языков, 6 языков мы изучаем. В этом году ввели рутульский язык. Вот у нас единственная школа, где мы, да, включили в этом году и рутульский, потому что зависит от групп, от детей, обучающихся в школе. И то они идут на свои языки, и то они даже, наверное, многие не понимают. Действительно, вот между детьми вот этот вопрос никогда не стоял. Они потому что они добрые, чистые, и они такие, ну, я не знаю, воспитанные, наверное. Намного воспитанные нас в русских, честно говоря. Вопрос, национальный вопрос. Мы всегда вот такие организовываем, вот такие мероприятия. Дагестан наш общий дом. Каждая национальность, дети на каждой национальности показывают свои там номера, там концертов, там выступления всякие, а потом в начале и конце говорим, Дагестан наш общий дом. И они воспринимают Дагестан как наш общий дом. Они, я еще раз повторяю, они чище, лучше нас, намного. Вот национальные всякие вопросы возникают у взрослого населения. Это, наверное, зависит от уровня каждого человека, как он воспитан, какой семьей его воспитали. Где вот много говорят о национальных, ни одна, вот я всегда говорю, никогда ни одна национальность национальность ни в школе, ни в жизни нашей, не должна доминировать на другой национальность. Потому что мы в Дагестане, все-таки у нас одни и те же корни, не очень похожи друг на друга, одни и те же обычаи. Все одинаковое. Вот я не могу и в горе, и радость, радость, я всегда говорю, люди, они одинаковые. А в Дагестане, тем более, где 35 национальностей проживают, это, наверное, уникальная республика, конечно, мы должны здесь огромное, огромное значение придавать именно воспитанию нашей молодежи, так как я являюсь тоже педагогом. Вот от нашей молодежи, конечно, будет зависеть наше дальнейшее будущее, нашей жизни, как они будут сосуществовать, как они будут дружить, как они будут толерантны, хотя мы это слово уже давно, ну, многие не любят это слово. А сегодня мне будут... Это название? Да, мы, да. Мне сегодня этот... Мне общественная палата вашего района очень хорошо работает. Гамзат Магомедович всегда придавал огромное значение его работе. Города, хотя это очень, действительно, огромную работу они делают. Все-таки это такой орган, который создал наш Гамзат, Гамзат Магомедович, он именно создал. В каждом районе, в каждом городе эту общественную палату. И очень, действительно, это такое подспорье для нашей республики. Вот они вот первые, вот, что бы ни произошло, первые там бывают члены общественной палаты. Я знаю, и Хасайют, и Махачкали, и везде. И мы дружно, очень дружно работаем. Я сама являюсь членом президента союза женщин, вот, Интизара Садулая, потому что, все-таки, эта организация такая, уникальная, потому что Воздуха Гамзатомна, такая женщина, да, вот, эта женщина руководила, была председателем союза женщин очень долгие годы. И поэтому, она Интизара Садулая очень дружила, и мы таким большим удовольствием вот, уважаем, любим и ценим ее, потому что она все-таки является продолжательным делом Воздуха Гамзатомна. Слово предоставляется члену президиума союза женщин Республики Дагестан Персоветовой Хуре Магомедовне. Дорогие участники круглого стола, союз женщин Республики Дагестан носит имя легендарной женщины нашей Республики Фазу Гамзатомны Алиевой. Она те традиции, которые она заложила в наш союз, мы продолжаем. Так, у нее были крылатые слова. Где бы ни стреляла пуля, она проходит через сердце матери. Поэтому, кому, как ни нам, с вами, женщинам, поднимать вопросы мира, межконфессионального, социального, межгосударственного, вообще всего мира. Поэтому, я благодарна организаторам этого круглого стола. Конечно, все, что здесь говорили, наверное, каждый из нас не один раз слышал и знает, но повторение макичей. То, что мы сегодня здесь собрались, именно, где многонациональный Хасаютовский район, это говорит о том, что мы еще раз, лишний раз напоминаем и нашей молодежи, и нашим мужчинам, нашу женскую позицию. Сейчас мне хочется сказать, вот сейчас мы подготовили, наш отдел культуры подготовил небольшой музыкальный номер, показать, как у нас этот вопрос, даже в этом культуре проявляется межнациональное отношение. Любой концерт начинается с учетом межнациональных отношений в нашем обществе. Межнациональный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 ПЕСНЯ 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 Моя синий плагоня Несет горбин Ох, мой море Ведом скалам Ты, мгновенно Подаришь припой Мои разними меня В дальние дали Парусы малы Вместе с собой С собой Ох, мой море Ведом скалам Ты, мгновенно Подаришь припой Возьми меня В дальние дали Парусы малы Вместе с собой С собой С собой Возьми С собой Ох, мой море Парусы малы Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!